Главное условие конкурса – чтение отрывков из прозаических произведений русской и зарубежной классики. Патриотическая тема обязательно, а вот военная – по желанию. Дарина сделала свой выбор в пользу Марка Твена. Произведение «Принца-нищий» тоже считает в какой-то мере патриотично. Патриотизм – это любовь к родине, любовь к жизни. И далеко ни деньги, ни власть – это не самое главное. На конкурс в Брянск съехались победители муниципального этапа, который проходил во всех районах и городских округах с 1 по 15 марта. Явных фаворитов жюри пока не определило, но настроилось на длинный конкурсный день, ведь выбрать нужно из 80 участников. Критериев для оценки, конечно же, много, я думаю, наверное, больше десятка, потому что это то, как ребенок держит себя на сцене, как он движет руками, как он понимает текст, как он может, в общем-то, донести это до слушателя. Шестиклассница Юлия Ковалева кажется готова и к строгости жюри, и к жесткой конкуренции. Она выступает на сцене с первого класса, но, несмотря на солидный сценический опыт, все же волнуется. Главное, говорит, не сбиться с текста. Есть у нее и другие маленькие секреты успеха. Надо выступать открыто и не бояться ничего, нужно без запинки рассказать и быть готовым ко всему. Ведь читать прозу, даже по мнению жюри, куда сложнее, чем стихи. Есть у ребят и ограничения по времени – от трех до пяти минут. Еще одно важное условие – выбранные для конкурса произведения должны быть не из школьной программы. Прежде всего, это пропаганда лучших образцов русской классической, мировой классической литературы. И, конечно же, патриотическое воспитание детей и подростков, которое особенно актуально для нашей области в этом году. В жюри конкурса вошли представители Департамента культуры и образования, специалисты методического центра «Народное творчество», сотрудники детской библиотеки и члены писательской организации. Выбранные ими три победителя представят Брянскую область в финале всероссийского конкурса «Живая классика». Он состоится 1 июня в Москве. Елена Вочкарева, Александр Егоров. События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин